Центр Джигуака провел очередной вечер адыгской культуры. Его посвятили женскому национальному костюму. Обо всех тонкостях пошива и философии одежды рассказывала модельер Мадина Хацукова. Секреты национальных платьев постигала и Елена Кушкова. Одежда, которая стройнит фигуру, скрывает недостатки и подчеркивает достоинства. Красиво, практично, но не так просто, как кажется на первый взгляд. Мастерицы вкладывали в работу свою душу. Шитье одежды издревле считалось уделом исключительно женским. Письменности, как таковой у народа, не было, но существовала система символа, с помощью которой умелые рукодельницы могли отразить на одном костюме историю, культуру и даже жизненную философию своего народа. Одежда – это то, что показывает характер человека. Когда мы говорим о национальной одежде, то мы можем говорить о характере целого этноса. В национальном костюме нет ничего случайного. Здесь все имеет смысл и олицетворяет символ, говорит лектор. По форме головного убора, например, парень сразу мог определить, свободно понравившаяся ему особа или нет. Замужней носили шапки только цилиндрической формы, а после появления первенца убор не надевали вообще. Символика более глубинная, берущая свое начало из философии мироздания, сохранилась в узорах во всех элементах женского костюма, считает этнограф Феликс Наков. Здесь скрыт особый, сакральный метакод, олицетворяющий все стихии природы. Человек, женщина, девушка, на которой одеты этот костюм, она в себе соединяла все, все начальные стихии, которые находились в космосе. И таким образом, все это магическим образом усиливало те материнские, женские качества, которые были в этом человеке. Каждая деталь одежды имела свое предназначение. Хадули в прямом смысле слова возвышали княжон, пояса надевали на девочек в период полувозрелости, а корсет с девушки кинжалом снимал муж в первую ночь. В веке 21-м язык одежды 19-го столетия уже утерян, однако вернуться к своим корням никогда не поздно, считает Мадина Хацукова. А если бы многие могли себе позволить одеть это платье и в нем пожить, я думаю, что это бы их очень сильно окрылило. Когда одеваешь этот костюм, все равно в тебе просыпается что-то, что словами невозможно описать. Это нужно одеть и прочувствовать. Усидчивость, терпение и мастерство – так необходимые при создании одежды делали золоташвейк завидными невестами. Их труд не пропал зря. Теперь, благодаря им, мы можем постигать не письменные, а вышитые уроки истории и культуры своего народа.